Серьезный разговор. Так называется экспозиция, которая открылась в Екатеринбурге в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Ее автор – курганский художник, мастер художественной резьбы по дереву Василий Стародумов. На выставке побывала Елена Саенко. Запечатленный момент из Евангелия, когда Иисус выгоняет торговцев из дома своего отца. Многоплановый триптих о драматичном моменте истории нашей страны, гражданской войне, которая поломала судьбы огромного числа простых людей. Сильные и напряженные руки музыканта, обнимающие скрипку. Три, казалось бы, абсолютно разные темы в этой небольшой экспозиции органично сосуществуют рядом. Ты же здесь показываешь не только то, что ты наработал, но и то, что ты прочувствовал, понял, осознал. И это все выливается через работу. И, конечно, очень волнительно, как люди к этому отнесутся. Для известного в Заурале и во многих регионах России мастера, это волнительно еще и потому, что он впервые знакомит со своим творчеством жителей Екатеринбурга. Мы очень дружим с коллегами из Курганской области. И нам посоветовали, конечно же, как раз Василия Николаевича, как мастера уже состоявшегося, с замечательным, авторским, уникальным и самобытным почерком. К тому же, Вы знаете, я бы сказала, что вот те работы, которые представлены, их не просто надо назвать монументальными работами, сюжетными. Вообще, это такие картины из дерева, потому что здесь готовый, законченный, продуманный, глубоко пережитый образ. Причем образность отличает все три любимые автором темы. Духовно-православную, историческую и тему, связанную с искусством музыкой. Музыка – это как математика в науке, вот она над всем стоит, так и музыка стоит над всем искусством. Но она сразу кладется. Здесь не нужно ни переводов, не нужно слов, сразу на душу. И вот она так работает. Очень важно. В картинах Василия Стародумова и объем, и перспектива. Его герои страдают и любят, проявляют разные эмоции и дарят мир душе. В их руках движение, в их глазах жизнь. И, наверное, неправильно будет сказать, что художник вырезает детали своих полотен. Он пишет их своим особым способом. На всех работах я отмечаю руки. Вот прям особое внимание как-то вот оно бросается в глаза. В руках здесь, на работах, у фигур, которые здесь представлены, мечи, скрипки, копья. То есть, с одной стороны, как угроза, с другой стороны, как защита. Теплота работ, теплота дерева, как материала, вот и соединение всех вот этих вот факторов. Вот ты ходишь здесь, по этой выставке, и понимаешь, что здесь ты, да, действительно, по зову души. На каждую работу художник тратит от двух недель до полугода. Размерами панно тоже, как правило, отличаются. Но неизменной остается любовь мастера к сибирскому кедру. Теплому, мягкому, благодатному материалу, жертвующему собой ради высокого искусства. Белийские сцены – это очень сложно. Это очень сложно подойти к этой тематике любому человеку, даже профессионалу. Это нужно быть духовно обогащенным и профессионально подготовленным. Иначе работа не созрелась. Но, во всяком случае, работа утром спец удачи. У Василия Стародумова прошло множество выставок. Завоевано много наград. Он победитель Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства. Шестикратный его призер. Работы скульптора по дереву хранятся в частных коллекциях в России, в США, в Австрии, в Германии, в Таиланде. Жители Среднего Урала могут познакомиться с его творчеством до 28 февраля включительно. И, возможно, благодаря этому знакомству, повести со своей душой серьезный разговор.